Всем привет! Мы с мужем сегодня приехали в парк Львов Земля Прайда. Вот так вот выглядит карта парка. Мы сейчас пойдем гулять. Вход для взрослых стоит 1000 рублей. Еще можно приобрести ведерко для кормления животных. Это специальный корм, одобренный. Мы купили вот такое мясное ведерко для хищников за 300 рублей. И сейчас муж еще побежал купить овощное ведерко для копытных, кроликов и так далее. Ну вот, теперь у нас два ведерка, мясное и такое овощное-фруктовое. Пойдем смотреть животных и кормить. Смотрите, какие здоровые кроли. Кстати, в свое время у моего мужа, ну еще когда мы не были даже знакомы, не были женаты, у них жил вот такой огромный кролик. Жил он у них на балконе, да, Саш? И там же зимовал. Представляете, кто-то поднимает взгляд и смотрит, а на балконе у людей кролик живет. Вот такой здоровущий кролик. Ну его, естественно, запускали в квартиру жить. Потом он погрыз телефонные провода. И куда он у вас делся? Съели вы его, нет? Нет, его было бы не продали. В общем, продали кролика. Да нет, шучу, конечно, его не съели. Продали этого кролика. Видите, овощное, овощное фруктовое ведерко пошло уже в ход. Кролики с удовольствием угощаются. А в этом вольерчике вот такие симпатичные рыжие кроли. Эти более голодные. Едят овощное ведерко с удовольствием. Да, давай посмотрим. Вот. Подходят, просят. Львы будут дальше. Хотя называется парк львов. Но, конечно, есть и другие животные. Вон там двое, видите, морковку едят с удовольствием. Хорошенькие такие, ухоженные кроли. Салатные листики пользуются, смотрю, особой популярностью. Посмотрите, сколько их на салатные листики прибежало. Мамочки. Да. А те, видимо, совсем сытые. Да, те предыдущие белые были более сытые, а эти прям... Посмотрите, какой ажиотаж. Сейчас, наверное, все овощное ведерко ему идет, я чувствую. Смотрите, смотрите, как козочки-козочки прибежали. Вот сколько их сразу попрошайки. Я теперь уже не понимаю, кто из вас кого ест, а кого нет. Вот этот белый, по-моему, по второму разу уже ест. Да, вот этот вот. А ты что, огурчик хочешь? Все. Все закончилось. Мы вам все скормили. Вон львы, видите, дрыхнут. Совершенно такие расслабленные. Я думаю, сытые. Смотрят на нас, на посетителей лениво. Вставать им совершенно лень. Здесь вот еноты-полускуны и енотовидные собаки. С удовольствием поели мясо. Саш, дай им кусочек еще мяса. Ну, вообще, только енотов вижу, енотовидных собак не вижу. Наверное, здесь только еноты-полускуны. Смотрите, какой сейчас, смотрите, какой ажиотаж сейчас будет, когда муж даст им кусочек мяса. Шурик, выдай мясо. Подожди, я считаю, что это поменьше. Поменьше, да? Ну, чтоб этим осталось. А, давай. Все хотят. Мои пальцы в руль не входят. Пошли. Пути-пути-пути. Не надо, а то твой палец. Да, пути-пути могут пальчик отъесть случайно. Мурские тигры. Здесь надо было, наверное, три ведерка покупать. Кусочек был съеден, по-моему, за секунду. Ну, дай еще. Победно не было. Да, чтоб обидно не было, дай кому не досталось. Ой, скажи. Это, скажи, как конфетка на один кусь. Ну, не знаю, что-то они там жуют. Жуют, да, наслаждаются. Да, вон тот еще доедает с аппетитом. Хотя кусочки для них небольшие. Досталось, да? В общем, ходят, ждут. Может быть, еще что-то перепадет. Но надо оставить пару мясных кусочков и для других животных. Я думаю, кормят их здесь вполне себе неплохо. А это, знаете, как такой дополнительный рацион. Дальневосточный леопард дрыхнет. Как говорит муж, даже ухом не ведет. Ни на что не реагирует. Крепкий, здоровый сон на свежем воздухе. Черные ягуары. Муж говорит, кусочек хочешь? Вот он сразу пришел. Кусочек хочет. И вон там дальше. Вон там еще второй. Да, кусочек явно хочет. Второму тоже. Выдай уж кусочек какой-нибудь. Так что, видите, мясное ведерко тоже пользуется спросом у животных. Но это правильно, конечно, когда можно купить именно то, чем можно животное подкормить. Потому что понятно, что какие-нибудь там печеньки, чипсы и так далее. Все это пагубно отразится на здоровье. И вызовет поход к ветеринару. Так, а тут уже ажиотаж. Это кто у нас? Это леопардики, да, наверное? Ты что потерял? Вон рядом. Нет, это сервалы. Все сервалы чуть не передрались. Потому что сначала мушкинул один кусочек. Но вот сейчас у каждого свой. И каждый сервал может перекусить. Все, ты уже все съел. Да, теперь надо прилизаться правильно по следы. А второй хрустит с аппетитом. Ну ладно, придется ему большой кусок. Полярный волк. Да, придется большой кусок ему давать. Ну, кидай. Сидит, ждет. Смотри, как терпелило. Ну, скажи, я же жду. Ты не мучайся. Ты мне дай весь большой кусок, я его съем. А сколько я по тягуське делаю. Видишь, какой хороший. Ну, вот съедено уже практически все мясное ведерко. Каждому по кусочку. Небольшой прудик на территории. На территории гуси. И вон там тоже, смотрите. Сколько гусей. Смотрите, не знаю, видно вам или нет. У них у всех такие зеленые попы. Смешные такие зеленопопы. Это потому что, видите, прудик цветет. Там много тины. Поэтому попки зелененькие. Верблюд двугорбый. Кстати, многие удивляются, но верблюды определенных пород. Вот эти, какой большой. Например, калмыцкая порода. Они в нашем подмосковном климате прекрасно живут. Прекрасно переносят зимы. Вернулись к тиграм. Попрошейки еще те, конечно. У нас один кусочек оставался. Мы его сейчас скормили вон самому маленькому. Который вон там вдали. А эти два не очень довольны, что им ничего не досталось. Да, такие разговорчивые. Красавчики. Амурских тигров практически в природе и не осталось. Занесены в Красную книгу. Красавцы. Львы уже проснулись. Смотрите, видите? Поэтому муж срочно побежал еще за одним мясным ведерком. Сейчас я попробую увеличить масштаб съемки. Вот поближе. Видите? Некоторые львы проснулись. И будут вполне не против съесть вкусный мясной кусочек. И тем более нам хочется еще тигров покормить. Очень нам тигры понравились. Так что сейчас муж сгоняет за мясным ведерком еще одним. И будем с вами смотреть кормление львов и тигров. Муж принес. Ой. Ведерко. Мясное. Это как-то лениво. Лениво-лениво. Знаете, здесь очень большой зоопарк. Ой, это тоже парк. Прямо недалеко. Лениво, но хрумкает. Как это назывался? Ты помнишь? Тот парк назывался сафари-парк. Сафари-парк. Тоже и кошачьи, и блюда. Вон тебе можно подойти еще кинуть. Вот бетонки. Едят. Лениво, но едят. Оживились. Лениво, но едят. Ольга поймала. Слезать давай. Нет, слезать лень. Лень, скажи, слезать. Кидайте прямо сюда. Получается, тебе ничего не достанется. Тебе лень слезать? Нет. Недолет. Сплошной недолет. Вон сколько внизу уже мясо валяется. Молодец. Ну что-то едят. Они, по-моему, обожавшиеся. Я думаю, они здесь едят вполне неплохо. Нет, там енота. Опять к тиграм, которые нам понравились. Тигр смотрит на ребенка и не может глаз отвести. Очень интересно. Да, просто ребенок во что-то розовое, наверное, одет. А еще там маленькая собачка на ручках. Тигр смотрит на собачку. Иди сюда, мы тебе мясо дадим. А что это не дадут, да? Нет, собачку тебе вряд ли дадут. Оно с другими целями здесь. Хотя в собачке мяса, конечно, больше. Скажем прямо. Вон, вон, смотри, смотри, смотри. Увидели, что кормят. Шурик, дай большому тигру кусочек. Не, не, они не слышат. Ну, я думаю, на кис вряд ли отзовется. А вот на кусок мяса вполне. Да, лапка прямо ловит. На лету. Смотри, Саш, кушай. Вкусные мясные кусочки. А где третий? Третий, не знаю, наверное, ушел внутрь вольера. Видите, у них там еще закрытая часть. Часть есть. Вот, можно уйти от посетителей и отдыхать. И небольшой вот такой мини-бассейн. Когда совсем посетители надоели, остался у нас один кусочек мяса. Решили вернуться к волку, потому что он в конце территории. До него, наверное, не все куски доходят. Вот, поэтому кусочек принесли ему. Ну, в принципе, мы всех животных посмотрели, поэтому буду с вами прощаться. Если вдруг будет что-то еще интересненькое, вставлю в конце видео. А так, спасибо, что посмотрели мое видео. Всем пока!